Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тут художник, который может видеть. Каждого у Зеленского все получится. Он сможет, он добьется, он таки убьет украинскую экономику, несмотря ни на какую помощь союзников, то есть ни на какую гуманитарную, военную. Он уничтожит украинскую экономику в дым. Ну, просто потому что экономически состоявшееся население, самостоятельное, самодостаточное, это гарантия того, что Майдан его снесет. Поэтому, поскольку Майдан – это самый страшный кошмар Зеленского и всего его окружения, потому что и у Татарова, и у Зеленского, и у Ермака, и у всех-всех-всех-всех-всех, Майдан всегда был главным неприятным событием их жизни. Это то, что им всем не нравилось, с чем они всегда боролись в разной степени активности. Так вот, Зеленский сегодня понимает, что его сверхзадача, как диктатора, как узурпатора власти – это намеренное убийство экономики. Простой пример. Ко мне сегодня приезжал мой очень-очень давний знакомый, который существенно старше меня. Он живет в Израиле последние два с половиной года. его дочка живет в Киеве с мужем, они активно помогают, они медики, они очень много делают. Так вот, он заехал к своему приятелю, директору предприятия, и говорит, «Слушай, Серега, там стоит где-то три десятка уникальных станков, на которых никто не работает. Мне этот директор предприятия, смотри, Виталий, у меня незаконченная продукция, закончить отправить. Я с болгарами подписал контракт, вот у меня на почти 500 тысяч долларов лежит продукт, который у меня контракт, мне его надо отправить, мне нечем, некем, точнее чем есть. Вот, это все оборудование, мы его купили, расплатились с кредитами, все уже наше, работаем в плюс, платим налоги. Говорит, у меня от всех, вот эту часть у меня просто забрали по броне на другое предприятие оборонное, не предупредив заранее, мы бы, говорит, хоть, я бы, говорит, заплатил сверхурочные, они бы у меня в выходные выходили, закончили бы». Говорит, а часть просто замели. Кто-то уже на фронте, кто-то сейчас в лагерях, говорит, мне, говорит, просто уничтожили бизнес, который платил налоги. Со мной никто не советовался, со мной никто не согласовал, никто вообще не предложил, сказал, слушай, чувак, может ты как-то по-быстрому что-то придумаешь, вырулишь, у нас по плану вот там через месяц-два забрать этих, потом через три месяца этих, вот через месяц мы вот этих, ты как-то что-то замени, ну, чтобы ты как-то обернулся, чтобы все-таки выкрутился и заплатил таки нам налоги. Политика Зеленского простая, убить предприятие, чтобы оно вообще налоги не платило, и мы еще, чтобы выглядели идиотами, безответственными перед нашими западными, ну, как ни крути, союзниками. Потому что если заказали продукцию в Украине, наши партнеры европейские, а продукция не пришла, как вы думаете, они дальше будут заказывать? Он Зеленскому начхать, ему просто наплевать. Он отлично понимает, что самодостаточные люди, которые могут накормить себя, дать работу своим подчиненным, это главная опасность, которую на своей шкуре почувствовал Янукович. Потому что в стране, где есть свободные люди, должна быть свобода. Они хотят жить в свободной стране. Они уже это почувствовали. А Майдан ведь, это всегда за свой счет. Потому что на Майдан вышли киевляне, которые сами за свои деньги покупали себе бензин. Они посменно там друг друга подменяя ходили на Майдан. Майдан нельзя купить за деньги. Вот как нельзя за деньги было купить там французскую революцию. Вот вышли совершенно бесплатно. Отрубили голову королю, королеве там и всем этим словам. Там не только им, там понеслась звезда по кочкам. Но абсолютно бесплатно вышли люди и Каддафи закончил совершенно, вот без всяких там заговоров, просто задолбал людей. Даже Каддафи. А Зеленский, это не Каддафи. Его вот эти вот 5-6 дефективных менеджеров, это не бойцы. Это сразу хвосты поприжимают и вздрыснут. Поэтому они априори, вот заранее, понимая, что экономически стоящая прочно на ногах Украина и люди, которые могут сами себя обеспечить, это опасность. Они хотят тотальной нищеты, тотальной зависимости всех и вся от государства. Чтобы у нас остались предприятия и бизнесы, которые полностью завязаны на власть и государство. Которые без государства и власти никто, ничто и звать их никак. А выхолощивание бизнеса как явление, ну и мы еще услышим, ну вот это мы услышим обязательно. Нам уже готовятся рассказать, что плановая экономика, это хорошо. Ну, это же уже было. Как говорил Кучма, это же было уже. Венесуэла. Ну, помните, до Мадуро. О, Гачавес сказал, что капитализм бэд. Социализм бэд. И процветающая Венесуэла. Честно говоря, если я вспоминаю времена, которые Украина, которая застала при Ющенко, я помню процветающую Украину. Ну, серьезно. Жена моя тогда еще говорила, что... Ведь, ребята, ох, будете вы вспоминать Виктора Андреевича. При всех его косяках, при всех его недостатках, вы его еще вспомните. Стыдно сказать. Мы вспоминаем ту настоящую, полноценную свободу слова, которая была при Януковиче. Ну, при Порошенко, при Ющенко, Кучме. Да, Зеленский сумел. Потому что его окружение, все, и он сам, будучи отрыжкой Януковича, такие переплюнули. То есть ученики превзошли своего учителя. Да, реинкарнация Антимайдана и партии регионов в лице Зеленского и его всего окружения – это фактически, ну, абсолютное повторение, но уже в более развитом варианте нашего макеевского шапкокрада. Да, наш шапкокрад, он сейчас сидит в Подмосковье, кусает локти, нервно курит в сторонке и, напиваясь регулярно, все время звонит Азару. «Слышишь, Яныч, ну ты посмотри, ну, слушай, так можно ж было вообще, мы ж с тобой лохи провтыкали, можно ж было голыми руками, чисто, что ж мы парились». Эти не парятся. Эти приняли решение на утопление украинской экономики. То, что они творят, то, что они делают, то, как работает ТЦК, какие законы принимает Верховная Рада, значит, принято решение на высочайшем уровне, что украинская экономика выжить не должна. То есть, они решили, так, поскольку нам западные партнеры все равно будут помогать, какие-то копейки пенсионеры все-таки получать будут, даже если мы уничтожим бизнес. Ну, надеемся, выживем, думает Зеленский. А потом, так, где-то на подкорке у него такое, знаете, такое чувство «А какая разница?» У меня, говорит, в Волове, в Волове-то у меня аж война закончилась, да, и каждый из вас президент. Вот, поэтому напишите, что вы думаете по этому поводу. Подпишитесь на мой канал, лайки, комментарии, репосты, а победа, в чем я, не сомневаюсь, как и вы, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет. Продолжение следует...